Всем привет, вы на канале Суперкит. Компьютерный 3,5 дюймовый винчестер от Toshiba на 2 терабайта уже был гостем обзоров, причем той же модели P300, но в отличие от прошлого варианта, у этой модели 5400 оборотов. Как результат, данный девайс должен работать тише и меньше греться. Не сказать, что тот, у которого 7200 прямо уж грелся и шумел, но все же. Также отличительной характеристикой является емкость буфера. У сегодняшней модели она составляет 128 мегабайт, а у модели с 7200 оборотов в минуту буфер 64 мегабайта. В тот раз, когда нужен был винт на 2 терабайта, я выбрал Toshiba среди производителей, но уже тогда я хотел выбрать 5400 оборотов, но их просто не было. Сегодня уже не вспомню, их вообще не было или они еще не успели попасть в продажу. Хотя сейчас это уже и не особо важно. Но главное, что лично для меня эти два фактора это плюс. С буфером и так все ясно, он чем больше, тем лучше. Со скоростью вращения кто-то может не согласиться, но я уже неоднократно в обзорах жестких дисков говорил свое мнение по этому вопросу. И для меня 5400 лучше. Хотя я соглашусь, что на вкус и цвет товарищей нет. В отличие от фирмы Seagate, чей представитель был на обзоре несколько видео назад, на официальном сайте Toshiba, к сожалению, можно видеть гораздо меньше данных о технических характеристиках. И если скорость чуть позже будет измерена опытным путем, то такие весьма интересные данные, как рекомендуемый ресурс в год, как в виде трафика, так и в виде часов работы, измерить не выйдет. Многие думают, что в отличие от SSD у винчестеров это бесконечные значения. Но это не так, несмотря на то, что они достаточно высокие. Также нет информации и про количество пластин внутри. Об этом можно догадываться, исходя из веса винчестера. Данная модель емкостью в 2 ТБ использует метод черепичной записи SMR и весит меньше, чем диск даже в 500 ГБ и 1 ТБ без черепичной записи. Такой вес явно соответствует лишь одной пластине. Указана информация про двойной актуатор. Два механизма с головками для более быстрой работы винчестера. Также дополнительно есть пояснение, что двойной актуатор используется в тех винчестерах модели P300, в которых реализована технология SMR. Та самая черепичная запись. То есть в моделях емкостью 2 6 ТБ, у которых скорость оборотов 5400. Интересно, ведь пишут, что такой двойной механизм стоит явно дороже. Но винчестеры в 2 ТБ от данной модели P300 в 7200 оборотов без этого механизма и обозреваемый сейчас с ним стоят практически одинаково. Винт совершенно новый, а поэтому ему требуется инициализация. Чуть позже он будет разбит на 3 раздела. После форматирования доступный объем 1,81 ТБ. Первая программа CrystalDiskInfo. Видно, что винчестер был включен 6 раз и не имеет наработку ни одного полного часа. Также видно, что хард SATA 3 и подключен в SATA 3. Собственно говоря, на данной материнке кроме SATA 3 других и нет. Тест на чтение в HDTune. В CrystalDiskMark тест файлом 1 ГБ и файлом 64 МБ. Тест на чтение в HDTune. Первые 1,2 ГБ насыщены секторами с откликом до 250 миллисекунд. Далее тест идет на минимальном отклике. Вот как бы и все. Особо в тестах винчестера больше показывать и нечего. Но даже эти данные вполне предсказуемы и имеют незначительный смысл. Вот я лично, как отказался от использования 3,5 дюймовых жестких дисков, так ничего у меня и не изменилось с тех пор. В основном компе стоит винт 2,5 дюйма и его скорости еще ниже, чем у диска из видео. Причем заметно, где-то на треть. И меня это вообще не напрягает. Какая сегодня разница, какой потолок скорости у винчестера? То ли это диапазон 120-150 МБ в секунду, то ли диапазон 180-220 МБ в секунду. Я понимаю, что могут найтись задроты, которые приведут какие-то частные случаи, когда это могло иметь бы пользу. Но в реальной жизни все равно это не ниже даже скорости интернета 1 Гбит в секунду, которого у 80% все еще нет. То есть скачиванием из инета вы никак не превысите эти значения. Если ввести запись по USB, то она тоже плюс-минус у винчестера будет в этих пределах. Каких-то постоянных записей большого объема почти никто не ведет, а системным трудится все равно SSD. Винт же лишь копит в себе ваши архивы, больше половины которых можно заново выкачать из интернета. Да и то процесс накопления происходит медленно. Учитывая, например, мои архивы видео, исходники, конечные файлы для непосредственной заливки на канал, я до сих пор не заполнил даже 1 терабайтного винчестера, реальная емкость которого и того ниже и составляет лишь 931 Гбайт. Еще целых 130 Гбайт до заполнения под завязку. Так что сегодня жесткий диск это выбор прежде всего производителя, который более предпочтителен, емкости и форм-фактора. Сегодня емкость 2 терабайта является золотой серединой по соотношению объем потребности цена. Касательно SMR, можно сопротивляться прогрессу и нововведениям, но мне кажется, что это подобно борьбе с появлением 4-битных ячеек у SSD. Все кричат, что раньше было лучше, но почему-то, как только доходит до оплаты того, что было лучше, начинают выбирать то, что есть сейчас. Очевидно, что рост емкости в том же самом форм-факторе сегодня уже невозможен без новых технологий. А поскольку спрос на эти емкости есть, то и SMR будет все чаще использоваться. Ведь даже если вам не нужен объем в 16 терабайт, а достаточно лишь 2 терабайта, то технология черепичной записи позволит вместить такую емкость на один блин внутри жесткого диска. А это и есть удешевление процесса. Например, в хардах 2,5 дюйма уже все, что можно было, использовали, но емкость недостаточно, что привело к изменению размеров. Толщина 2,5 дюймовых жестких дисков в 3 терабайта и выше сейчас составляет 15 мм, вместо привычных ранее максимум 9,5 мм. Под моими обзорами винчестеров спрашивают, жив ли еще тот или иной жесткий диск. Так вот, начиная с появления канала, на новые винты было 6 обзоров кроме этого. И несмотря на то, что первый из них был куплен уже 4 года назад, упомянутый чуть ранее жесткий диск ноутбучного форм-фактора 2,5 дюйма в мой личный комп, все они живы и прекрасно работают. Причем это касается не только хардов, а и твердотельников. Они тоже все отлично работают. На момент выхода обзора этому жесткому диску уже почти 3 месяца. И он тоже чувствует себя прекрасно. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok